Ну что, про женщин. Я в том золотом возрасте нахожусь сейчас, как говорится, когда с согласием женщин пугает меня больше, чем отказ. Потому во мне сейчас такая гармония, зато столько времени книги читать, писать уже больше времени появилось, я сейчас спокойный. Нет, я женщину не пропущу, взглядом, словом я отмечу и дам ей понять, что я отметился. Но я так, вы знаете, тот, кто много кричит, зарежу, убью, он не режет, не убивает. А кто молча этого, вот кто женщин не кокетит, те начинают, вот те нехорошо себя ведут. Тебя потом втихаря насилуют, силой заставляют или еще что-то, еще что-то. Это как правило, бывает исключение, но правило такое. Это я переношу на актерские свои дела, потому это мужчине должно. Неважно в каком ты физиологическом состоянии в данном возрасте, он обязан кокетничать женщин. Он должен говорить комплименты. Тому пример Армей Борисович Джигарханян. Мне всегда нравится, я с ним дважды или трижды был на съемках, когда поздно вечером, после съемок, когда ему делали грим рядом сидим в гримерке в Севастополе. Он говорит, о, какие пальчики, ой, какие у тебя, и ножки, слушай, ты какая ты, а какой запах. После съемок ко мне в одиннадцатую комнату зайди, поболтай, после съемок. И в одиннадцатую комнату эта дурында бежит, а там смеются взрослые гримеры, что знает Армей Борисович давно уже, Мосфинский. И говорит, Кать, ты куда собралась? Армей Борисович, не будь дурочкой, слушай. Это же замечательно, он тебе пококетничал, ты получил его удовольствие. Вот и радуйся, что тебя сам Джигарханян кокетничал. Он уже давно спит, у него куча проблем со здоровьем. Ты что, не думай будить, стучай в дверь, Армей Борисович, я пришла, не пришла, не надо звонить. Ты получил удовольствие, он получил удовольствие, что он тебе сказал. Он чувствовал себя мужчиной, ты и себя женщиной, ну и слава богу. А дальше иди к своему любимому, вернешься в Москву, или найди любимого, и занимайся тогда жизнью. Вот это про то, почему это я такой любвеобильный. Иногда корреспонденты спрашивают, Володя, а сколько у вас детей по всей стране? У меня один сын всего, который я знаю, и два внука от его разных браков. Так что...